При укладке мульти-сайз мат необходимо отметить места крепления мата на полу. Закрепите первый виток мата с помощью самоклеющихся зажимов, входящих в комплект теплого пола. Тканная основа нагревательного мата выполнена на основе эластичных тканных полос, способных растягиваться, что позволяет варьировать форму укладки от привычной прямоугольной формы до укладки ромбом или трапеции. Таким образом можно обойти все препятствия и установить теплый пол в сложной геометрии. При растягивании эластичного мата следует учитывать изменение теплоотдачи на метр квадратный. Мат разработан таким образом, что при растяжении на 10% достигает номинального состояния. Расстояние между витками нагревательного кабеля будет 7,4 см, что будет соответствовать удельной мощности 150 Вт на метр квадратный. Мат должен всегда устанавливаться с номинальным растяжением 10% и никогда с нулевым растяжением. Чтобы охватить весь участок установки, можно растянуть нагревательный мат еще на 35% от номинального состояния. При этом расстояние между витками нагревательного кабеля будет 10 см. Это соответствует удельной мощности 111 Вт на метр квадратный. На заранее выбранную площадь обогрева необходимо разложить подобранный нагревательный мат. Для подгонки нагревательного мата по форме обогреваемого помещения его необходимо разрезать на фрагменты, не затрагивая нагревательного кабеля. При укладке не допускайте наложения фрагментов друг на друга и пересечения кабеля. Нельзя использовать один и тот же нагревательный мат для обогрева разного типа помещений, таких как ванная, комната, кухня, либо коридор. Также рекомендуется использовать один и тот же нагревательный мат для обогрева помещений с полами разной конструкции. В таких помещениях необходимо использовать отдельные нагревательные маты. При укладке нагревательного мата необходимо обеспечить расположение датчика температуры пола таким образом, чтобы он оказался на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля. Проверьте отсутствие механических повреждений после укладки нагревательного мата. Для проверки работоспособности теплого пола измерьте сопротивление нагревательного мата. Проверьте соответствие показания значению, указанному в инструкции теплого пола. Кратковременно, на одну минуту, подайте сетевое напряжение и проверьте работоспособность системы. Должен загореться световой индикатор на терморегуляторе и осуществляться нагрев мата. Отключите питание. В соответствии с гарантийными требованиями, зарисуйте схему монтажа теплого пола в приложении конструкции по монтажу и эксплуатации. С обозначением соединительной и концевой муфты, датчика температуры и с обязательной привязкой к помещению. Продолжение следует...